Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Музыка это искусство, а любое искусство развивает, воспитывает личность ребенка, позволяет разбираться в жизни, найти, познать самого себя, формируя свою самооценку. Детская музыкальная школа номер 7, одна из старейших в нашем городе и сейчас седьмая музыкальная школа, в которой обучается 470 детей, продолжает хранить традиции, заложенные с начала ее работы. Ну что же, я представляю гостей в студии директор детской музыкальной школы номер 7 Иванов Виктор Евгеньевич и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Нинашева Елена Васильевна, здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, поговорим сегодня об этом прекрасном виде искусства, 1 октября, Всемирный день музыки. И вот вы знаете, уважаемые друзья говорят, что если найдешь работу по душе, не будешь ни одного дня работать. Вот что для вас ваша работа? Ну, можно, если начну я. Всемирный день музыки был принят в 75-м году, ЮНЕСКО, 1 октября. И с тех пор он по всей планете отмечается. Дело в том, что музыка такой универсальный язык общения человечества. Люди общаются между собой буквами, цифрами, а вот музыка единый информационный такой источник, когда любой человек, где бы он ни жил, на севере, на юге, в Африке, в Латинской Америке, там, в Австралии, в Азии, в России, каждый человек поймет, что музыка несет, которую он слышит. Торжество ли, лирику какую-то, другое настроение, печаль, грусть, трагедия, праздник ли. Любой человек на планете, любой национальности всегда может это определить. Этому специально учить не нужно, так как музыка в этом плане для наших ушей, для восприятия мозга, язык универсальный. И музыкой можно заниматься с очень ранних лет. Дело в том, что как человек с рождения умеет плавать, природа одарила этим его, так же, оказывается, уже лет 10 больше назад, ученые выяснили, каждый из нас родившийся имеет абсолютный музыкальный слух. Но методика работы с такими детьми еще не развита, несовершенна. Тем не менее, чем раньше ребенок начинает общаться с музыкой, тем он больше начинает получать впечатление от жизни. Ну, начнем с того, что даже элементарно, как строится урок. Урок строится каждый индивидуально, ученик и преподаватель. Они общаются между собой весь урок. В большом классе не каждый учитель сможет уделить внимание всем ученикам. И ребенок и общается здесь и к культуре, и так далее. А благодаря тому, что он общается с музыкальным инструментом, он приобщается к звукам, которые учат его воспринимать и понимать мир. Около 20 лет назад был опрос среди очень развитых стран капиталистического мира, будем так говорить, успешливых и таких продвинутых, активных людей, богатых, обеспеченных. 80% одних из них – это банкиры, промышленники, производственники, другие деловые люди. Они сказали, в детстве занимались исключительно музыкой. Музыка учит нестандартному мышлению. То есть занимаешься музыкой и будешь успешен. Вы это хотите сказать, Евгений? Да, ну, по крайней мере, этому идет очень большое способствие. Дело в том, что, например, Николай Петров, Царство Небесное, наш выдающийся пианист, он рассказывал, ну что же вы мне в Японии концерты проходят днем, привозите много-много детей вечером, я же все равно буду давать концерты, но для взрослых. Но они ведь днем уставшие после уроков и засыпают. Зал 700-800 человек, а ему организаторы отвечают, извините, господин, три человека не уснули на концерт. Наша нация очень обогатилась. Вот такие вот даже государственные программы ставятся специально при общении к классической музыке. Но, прежде всего, классическая музыка еще хороша тем, Я считаю, что различные виды музыки могут существовать, но классическая музыка, она способствует во время ее прослушивания любому возрасту человека какой-то релаксации, о размышлении. Он должен воспринять ее как там торжество мысли, какой-то идеи. Музыка, как правило, посвящается каким-то историческим событиям, которые исполняют, готовят композиторов в своих произведениях. Ну, в этом плане музыка, язык универсальный, и я считаю, что музыкой обязаны с детства заниматься все. Это наше генетическое развитие, это человеческое IQ, которое поддерживается тем, что музыканты его больше всем владеют, чем обычные люди. Да, чем собственно вы в школе, вот уже как к следующему вопросу переходя, 60 лет будет в школе, вы с успехом этим и занимаетесь. Елена Васильевна, ну, давайте поговорим о школе. Как я уже сказала, в следующем году вы будете отмечать юбилей. Конечно, школа богастейшая история, но а что она из себя представляет сегодня? У нас есть фотографии, мы их посмотрим, но вы расскажите, пожалуйста, о том заведении, в котором вы трудитесь. Ну, наша школа действительно одно из ведущих образовательных учреждений нашего города, и контингент учащихся составляет 470 человек. У нас учатся дети на разных специальностях, это и фортепиано, это и струнные инструменты, и духовые, и народный вокал, и академическое сольное пение. А помимо того, что дети занимаются индивидуально с педагогом, как Виктор Евгеньевич уже сказал, человек-человек, личность-наличность, также еще преподаются предметы теоретического цикла, когда изучаются основы музыкальной грамоты, изучается музыкальная культура, ведутся занятия по ритмике, по композиции, по основам подбора на музыкальном инструменте. То есть школа дает базовый тот уровень музыкального образования, который в дальнейшем будет важен для становления профессиональной деятельности юных исполнителей, из которых уже более 300 человек за 60 лет работы продолжили свое профессиональное обучение в средних и высших учебных заведениях нашего города, ну и вообще страны. Да, наверное, есть что добавить, да? За эти годы мы выпустили уже около трех тысяч выпускников. Это небольшая, конечно, цифра для такого лет существования школы, но продукт сугубо такой штучный, товар выпускается. Поэтому у нас есть выпускники, которыми мы можем гордиться. Да, которым дали наверняка путевку в жизнь, да? Да, здесь и в нашей стране, и за рубежом. Да, пожалуйста, слушатели России. Да, среди них Титаренко Татьяна Васильевна, начальник отдела науки и образования, департамент науки и образования Министерства культуры Российской Федерации, профессор, доктор искусствоведения Саратовской государственной консерватории Дмитрий Иванович Варламов, майоров Анатолий Александрович, профессор Самарского государственного института культуры, Большаков Александр Владимирович, доцент Поволжского государственно-социально-гуманитарного института, доцент Поволжского государственно-социально-гуманитарного университета Алия Фаридовна Амирова, Варламов Николай Федорович, заслуженный артист России, бывший солист симфонического оркестра Самарской филармонии, преподаватель училища имени Шаталова. Также семья Ирденко, солисты театра «Ромэн», город Москва, относятся к числу наших выпускников. Александр Витальевич Павлов, создатель и художественный руководитель оркестра «Уралбэнд». Также ряд других фамилий. В частности, хочется еще отметить Галину Михайловну Рязанову, она руководила управлением культуры Самарой и является преподавателем Самарского музыкального училища имени Шаталова. Виктор Евгеньевич, а вот я хотела бы спросить у вас вот о чем. Как, во-первых, начался лично ваш путь в музыке? Вот известный же ведь факт, да, что отец Николай Паганини запирал своего сына в чулане, чтобы тот стал настоящим профессионалом и добился успехов. Вот прежде чем вы ответите на этот вопрос, у нас есть видео, я предлагаю посмотреть его, как вы выступаете в школе с оркестром. Внимание на экран. Внимание на экран. Внимание на экран. Внимание на экран. В данный момент прозвучала музыка Альфреда Шнитка «Минуэт». Ну, в старинном стиле, в современном, как говорится, звучании. Как правило, этот коллектив наш педагогический, мы принимаем участие ежегодно в конкурсе областном межрегиональном Волжский проспект. Как правило, занимаем призовые места. Благодаря нашему агентству, Ираид Николаевна Миронова, с удовольствием всегда слушает, благодарит нас за наше выступление. Также мы хотим поблагодарить и департамент наш, который способствует проведению, например, фестивалей баянов и аккордеонов, которые мы проводим в стенах своей школы. У нас существует лаборатория, в этом направлении в ней работает Евгений Алексеевич Афанасьев. И еще также я, как руководитель, являюсь Зонального методического объединения Советского железнодорожного района. Каждый год проводим различные слушания, конкурсы для малышей, чтобы дать им первые шаги в музыку и движение вперед. Почувствовать момент успеха, радости, что музыка – это здорово, и аплодисменты только окрыляют. А давайте мы поговорим о вашем коллективе. Ведь, согласитесь, конечно, педагог в школе – это, по сути, второй родитель. И от педагога очень многое зависит. И помним мы самых лучших педагогов всю свою жизнь. Расскажите, пожалуйста, о коллективе, с кем вы трудитесь ежедневно. Илья Васильевна, расскажите о коллегах. У нас очень большой педагогический коллектив, более 50 человек. Среди них есть и молодые выпускники, буквально вышедшие из нашей музыкальной школы, отучившиеся в средних и высших учебных заведениях. У нас работают более 10 выпускников нашего заведения. И, конечно же, наряду с этими молодыми специалистами показывают, демонстрируют свой опыт те самые колоссы педагогического искусства, такие как, например, Людмила Николаевна Ирикова, Наталья Анатольевна Соколова, Галена Генриховна Куранова, Лариса Алексеевна Жирнова, Татьяна Викторовна Кузнецова, Юлия Анатольевна Денисова. То есть это те преподаватели, которые имеют стаж работы, наверное, уже к 50 годам. В одной школе. В одной школе. Просто колоссальное количество выпускников, колоссальные творческие достижения, громаднейший опыт работы и просто невероятные люди по энергии и по какому-то вот невероятному... Невероятному служению искусству музыки. Да, служению искусству музыки. Просто пример для нас, для подражания. Виктор Евгеньевич, ну а как вы пришли в школу, как начался ваш творческий путь, и что для вас? Ваш музыкальный инструмент, вот, балалайка, она сегодня здесь, попозже вы продемонстрируете. Немного. Немного, да? Но вот прежде расскажите, пожалуйста. Покажу, как звучит инструмент. Музыку я пришел достаточно поздно. Уже учащийся в старших классах общеобразовательной школы. После трех лет обучения музыкальной школы, в то время, после восьмого класса, я поступил в музыкальное училище, к самому любимому профессору, который организовал оркестр виртуоза Самары, Евгению Михайловичу Лакиреву. Дальше, следом, цель он мне сразу поставил в консерваторию. Учился я в скромной маленькой консерватории, где учились необыкновенные, будем так говорить, балалайшники и домристы того времени. Дальше был распределен в Волгоградскую училищу искусств. После этого забрали... Ага, заканчивая консерваторию, я стал лауреатом всероссийского конкурса на своем инструменте. Работая в училище, призвали служить в военно-морской флот, в морскую пехоту. Служил я как раз в тех войсках, которые вежливые люди забирали наш, Крым возвращали на место. Честно скажу, Крым весь, знаю весь, и до с концертами. Там нет ни одного населенного пункта с украинским названием. Только татарские и только русские. Это вам запомнилось такое впечатление, да? Да. А у нас политзанятия же также проходили, проводились, и стрельбища были, и все. Во время службы концерты в Греции были, два раза в Москве. Ну, что еще о себе сказать. После возвращения это была Венгрия, дальше была Франция, были ФРГ, поездки от ЦК в ЛКСМ на Рильск-Красноярск. В 96-м году Соединенные Штаты Америки, потом была Болгария. Ну, некоторые фотографии мы, наверное, сегодня увидим здесь. В творческом плане, как личность, я много что повидал, много что видел. Во многих местах предлагали вообще остаться работать. Но я не знаю, семья, дочь, Россия. Я только домой стремился. Я нигде не пытался оставаться, ничего, как говорится, в этом плане не предпринимал. А воспитал я по своей жизни, скажу честно, как из стен училища, а не только музыкальной школы. Я все время параллельно работал в музыкальном училище. Это была установка Ираида Николая Мирона нашего, непосредственного куратора музыкокультуры от Министерства культуры. Преподавал в училище обязательно. Это было ее условие и поднимать музыкальную школу из Руи. 24 человека я отправил учиться в консерватории нашей страны. И Петербург, и Москва, и Ростов, и Нижний Новгород, и Саратов, и Астрахань, и Волгоград, и Самара. Много что рассказывать. Как оцениваете свою работу в школе? Как вам коллектив, дети? Вы знаете, самый, наверное, такой сейчас злободневный вопрос. Вот интернет, другие современные увлечения у детей и для занятий. В музыкальной школе нужно время? Нужно усилие. Как сегодня привить любовь к музыке ребенка? Любовь – это только вот, конечно, только учитель может привить. Вторая сторона – это желание, конечно, ребенка. Ну и третья, одна из самых главных – поддержка родителей. Вот эти три составляющих, они и рождают большого, хорошего человека. Ну, например, такие факты вот. Ну, вот кто их учил? Они выступали с хором, и от школы Ломоносова номер 6 в Венеции плыли в гондоле, и вдруг трое моих учеников, они играли вместе с хором некоторые номера на балалайчиках, и вдруг они в гондоле достают балалайки, одновременно не сговариваясь, никому ничего не говоря, и играют Катюшу. Ну, а что такое Катюша? Катюша в Италии – это гимн антифашизма, против фашизма, да? Или, например, здесь вы увидите фотографию другого моего ученика, он будет тут и в Петербурге концерт, и первое место. Будущим он потом, услышим его, он будет лауреатом Дельфийских игр от Самары, золотую медаль получит. Был еще у меня один ученик, который среди 23 музыкальных училищ по всем специальностям, по каждой специальности, народники я имею в виду, он занимает там самый высший балл, и потом уезжает учиться в Петербург. Виктор Евгеньевич, а давайте посмотрим. У нас есть видео выступления этого ученика, что мы с удовольствием все вместе сделаем. Миша Никифоров, да. Да. Миша Никифоров Миша Никифоров Уважаемые телезрители, периодически на ваших экранах появляются телефоны детской музыкальной школы номер 7 в Самаре. Возьмите, пожалуйста, родители их на заметку. Ну а вдруг ваше чадо именно создано для того, чтобы сделать большой вклад в музыке? Давайте вот поговорим о коллективах, о ваших, о ваших выступлениях, потому что же ведь это очень большая часть творчества, когда ты реализуешь себя, выступаешь в концертах. Ирина Васильевна. Ну, коллективы у нас действительно масштабные, большие. У нас только два оркестра. Это оркестр народных инструментов под руководством, художественным руководством Виктора Евгеньевича и под руководством Екатерина Вячеславовна Стетюк. Они являются лауреатами всевозможных и международных, и межрегиональных, и областных, и городских конкурсов. В частности, вот в прошлом году они заняли на международном конкурсе «Волга в сердце» подает мое гран-при. То есть получили вот такую вот большую награду. Также оркестр баянов-аккордеонов, большой коллектив под руководством Александра Викторовича Касимова. Хор Елена Борисовна Шнайдер, концертмистер Татьяна Борисовна Хохлова. Также являются призерами многочисленными различных конкурсов. Да, также хор у нас входит в сводный хор «Благо» большого хора и выступает на службах. То есть это действительно вот такая традиция у митрополита. То есть это вот такая вот у нас традиция пения существует. То есть доверяет вам, да? Да, доверяет она. Да, приглашает. Мы приглашенные, да, являемся. А также большие фольклорные ансамбли, коллективы, два руководителя. Ольга Васильевна Майорова и Мария Васильевна Долганова. Также являются лауреатами многочисленных конкурсов. В частности, вот у нас есть сотрудничество с гимназией немецкой четвертой. И на базе этой гимназии проводятся всевозможные конкурсы. В частности, вот диалог двух культур, русской и немецкой, отводится нашему фольклору. И все всегда в очень таком восторге от этой традиции русской, национальной. Тоже очень интересно. Ну, не отходя далеко, как говорится, от коллективов, давайте посмотрим, послушаем выступление. Да, и потом прокомментируем. Еще можно добавить то, что мы очень долго сотрудничаем с русско-белорусским братством 2000 Грузской, Ирина Михайловна. Это вообще наш просто постоянный партнер. Всевозможные фестивали, праздники, торжества, концерты, конкурсы и так далее. Мы обязательно в конце программы скажем все слова благодарности всем, кто поддерживает. Ну, а сейчас давайте посмотрим выступление коллектива детской музыкальной школы номер 7. ВОЛГОРОДИНА 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 КОНЕЦ 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 Ну что же, программа «Город С». Говорим сегодня с руководителем детской музыкальной школы номер 7, и маэстро взял в руки инструмент. Ну-ка, гряньте нам что-то такое. Глянуть я не хочу, я хочу просто показать, за что любит наш инструмент во всем мире. За его душевность, за теплоту, за брату и за те чувства, которые он может передать. С ним обожают играть, например, пианисты с удовольствием всегда. КОНЕЦ 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 Браво, Виктор Евгеньевич, слушайте, слушать бесконечно действительно такая прекрасная музыка. Спасибо большое. Волга, реченька, глубоко, запишите. Обязательно, обязательно. Запишу и даже запомню. Такое выступление очень яркое, благодарю вас, спасибо большое. Хотелось бы спросить вас, почему сегодня стоит выбирать детскую музыкальную школу номер 7? Ну, не обязательно детскую музыкальную школу номер 7. Просто многие школы музыкальные отличаются тем, что как раз и развивают ребенка к творческому мышлению, к нестандартному мышлению, к своему восприятию мира. Они даже через год обучаясь после школы начинают, вдруг многие родители мне подходят. Виктор Евгеньевич, вот начал у вас ребенок заниматься у меня. Вы знаете, он заговорил. Ему 7 лет, а он дома молчал. И он высказывает свои мысли. И такие интересные бывают. Они даже общаются между своими товарищами, своими друзьями в школе. То есть они становятся совершенно другими людьми другого мира восприятия. У нас было однажды давно областное заседание, и там было, прозвучало, что в наших, будем так сказать, зонах детских, тюрьмах, нет ни одного ребенка, который учился в музыкальной школе. Другие профессии есть. Из музыкальной школы нет. Мышление другое, отношение к жизни другое, восприятие другое. Виктор Евгеньевич, ну, к сожалению, время так быстро подошло у нас. Заключительное слово по традиции программы хочу предоставить вам. Что бы хотели пожелать себе, родителям, детям, коллегам, ну и, конечно, школе? Конечно, хочется поздравить всех с Международным Днем Музыки. Также в этот же день проводится Международный День пожилого человека, утвержденным ООН в 91-м году. И всем пожелать счастья и удовольствия. А музыкой заниматься только для того, чтобы просто стать человеком с большим буквами. С большой буквы. Спасибо вам большое. Ну, а подводя итог нашему разговору, я подумала, а ведь согласитесь на вопрос, вот что происходит с человеком или ребенком, когда он слушает музыку, доходчиво не ответит никто. И вот почему, когда в Большом зале консерватории играет Бетховена, люди плачут? Ну, вот они заплатили деньги, чтобы сидеть и плакать. Музыка самая эмоциональна из всех видов искусств. Ну, простите за банальность, а дети – самые эмоциональные существа из всех людей на земле. Им всегда хочется, чтобы было красиво, а не открыто всему, пока остаются детьми. Спасибо вам за участие в программе. Спасибо за ваш благородный труд. Всего самого хорошего. До свидания. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова